Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте ePN.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив! И так, всем привет! И ко мне пришел на обзор телефончик Nokia. Сейчас даже посмотрим, какая у нас моделька. Какая у нас моделька? Nokia E66. И тут такой казус небольшой с коробкой произошел в китайце. Так как-то, я не знаю, то ли слепой китайец сделал, то ли у него совсем со зрением того, что есть, что нет. Это, в общем, как вы думаете, что в этой коробке не так? А? А вот не так то, что внутреннюю стороной на внешнюю коробку вывернули. Глядите. А? Вот это должно быть вот здесь. А оно внутри. Короче, вот такой вот прикол получился. Как так можно было делать, не знаю. Ну, единственное, можно будет предположить, что они боялись, чтобы на таможене не проверяли. А там вдруг, потому что в некоторых странах там уж совсем налоговый этот самый сбор на небольшие суммы. По-моему, в России там, кажется, вообще сейчас на любую сумму налог. Поэтому они как бы так вот как-то скрывают, что-то делают. Вот, соответственно, посылка ехала с оценкой всего лишь 20 долларов. Ну, телефон-то 20 долларов не стоит. То есть они специальные. Вот это пишут, чтобы меньше налог платить, если что. Итак, тут у нас USB кабель, micro USB. USB, зарядочка тоненькая, потом наушники, сам телефон, ну, manual, все в коробке, больше ничего нет. Так, мы сейчас сам телефончик посмотрим. Так, вот такой вот у нас аппаратик. Выглядит, в принципе, вполне себе ничего. Единственное, что зазорчик только есть. Ну, REF, что я могу сказать. Китайский REF. Не знаю, как там в оригинале. Был зазор, не было зазора, потому что... Ну, это слайдер, в принципе, поэтому тут как бы особо... Да и зазор тут не очень большой, я бы сказал где-то... Ну, может, полмиллиметра где-то. Где-то так. Крышечка тоже не совсем плотно прилегает. Ну, это такое... Это уже такое... Так, тут у нас камера 3,2 мегапикселя, Nokia Cyrus, вспышка. Чего вот это вот за серебристая фиговина, не знаю. Так, 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 тут у нас динамик. Кнопочка под камеру отдельная. Тут динамик. Так, это у нас громкость, средняя какая-то кнопка. Тут у нас USB-шник. Для наушников разъем. Собственно, вот так телефон отливается. Ну, выглядит, в принципе, неплохо. В общем и целом, очень даже неплохо выглядит. Ну, сами видите, состояние, то есть, хорошее. Так, так, сейчас надо бы посмотреть, что там батареи, как тут крышка открывается. Как тут крышка открывается. Я что-то не в курсе дела. А, кнопочки, наверное, да? Или нет? Нет, не кнопочки. Так, так, так. Так, так. И так. Интересно. Так, сейчас, секунду. Ага, все-таки кнопочки, да, я просто не туда нажимал. На эти, тут вот по бокам две кнопочки, вот эти вот есть. И так вот, значит, открывается наша крышка. Крышка у нас металлическая. Тут у него серийный номер есть, там какой-то. Стэнли стил, туда-сюда. В общем, вот такая вот крышечка у нас. Так. Телефончик. Батарейка, как всегда, конечно же, заклеена. Такой вот аппаратик у нас. Сейчас посмотрим, что там внутри. Так, батарейка туго вытаскивается. Надо выдергивать вот. Так, E-mail показывать не буду, просто покажем, что здесь написано. E-mail, Nokia Corporation, туда-сюда. А что там еще? И, вот. Made in Finland. Вот так. Почему E-mail показывать не буду, потому что телефон не мой. Это мало ли тут, там человек будет волноваться. Мы залетим сюда, батарейка у нас такая. Бл-4У. Так. Оставляем. Крышечку закрываем нашим. Тут у нас пазики есть. Такие вот такие вот штучки у него, видите? Вот этими надо попадать. Дырочки там специальные. Вот они две. Где-то они тут так. Тут еще попробуй. Попади. Так, все. Ну, защелкивается нормально. Хорошо держится. Ничего не отпадает. В принципе, все в порядке. В принципе, в принципе. Так, так, так. Теперь включаем. Кнопочку нажмем. Ну-ка. Запускайся. Так. Телефон запустился. Отлично. Тип-тип-тип-тип. Долго так запускается. Ну, это, в принципе, как бы... Хотя, как сказать, в принципе, смартфоны сейчас тоже долго запускаются. Поэтому... Говори, что это прям... Проблема этого телефона. Это вовсе не проблема. Ну, просто долго. Ничего страшного. В принципе, в этом нет. Так. Русский язык надо выстроить. Tools. Setting. Окей. General. Наверное. Персонализация, да? Display. Home. Language. Automatic. English. Так. Русский есть. Испанский есть. Румынский есть. Английский. Еще два каких-то там языка. Не знаю каких. Так. Так. Ну, в общем, все. А почему не поменялся язык? Home screen. Active. Интересно. Home screen. Keyboard. Я же вроде как в language поменял. А, вот. Тут тоже нужно изменить. Окей. Сейчас перезагрузится. И будет у нас русский язык. О том, что здесь русификация нормальная, в принципе, не сомневаюсь. Потому что, ну, это оригинальная паршивка Nokia. Что тут может быть не так. Просто-напросто. Поэтому, как бы. Это не те телефоны, которые китайские, там, допустим, писали. Bluetooth. Было написано вместо Bluetooth подключение бревна. И тому подобное. Там топор стоит и так далее. Короче, было и такое поверхность. Китайскими телефонами когда-то занимался. Было и такое. Так. Ну, все. Русский язык есть. Настройки электронной почты. Интернет. И, взяли. Так. Так-так-так. Ну, телефончик, в принципе, выглядит очень даже ничего. Я бы сказал. Камера. Так. Что-то у нас. Камера рабочая. Пленочки тут нет. Окей-окей. Так. Сейчас сфотографируем что-нибудь, да. Нашему-напросто как бы. Manual, например, можно сколько. Manual, Manual. Manual. Не знаю, как тут с фокусом. Надеюсь. А что это видео запустилось. Так, стоп. Функции видео нам не надо. Нам надо фото. Так. А, тут нужно переключить с этой самой. Так. Функции. Режим фото. Тут режим видео. Режим фото. Так. Сейчас мы. Ну. А что, он не фокусируется? Или я что-то неправильно делаю. Или что-то неправильно понимаю. Так, ладно. А ну-ка, еще раз попробуем. Что-то тут никто. Не поймал. Короче, что-то, он как-то. Вот, ведь, ничего не залеплено. Что ему надо, не знаю. Так. Что с фокусом? Работает, не работает? Непонятно, короче. Надо тестировать. Вроде как, что-то фокус не работает. Пленочку сдирать не хочется. Попробуем делать пленки. Так, ладно. Пленку трогать не будем. А, вот. Сфокусировался наконец-то. Ему света, наверное, не хватает. Ему света не хватает. Понятно. Так, ладно. Еще раз. Попробуем. Ну, вот такая фотка получается. 3,2 мегаписера. Что тут требовать? Короче, ему для фокуса света не хватает. Ему света нужно побольше. Вот такая вот у нас камера. В общем, привыкнуть надо еще камеры к этой. Света ей однозначно мало для фокуса. Поэтому она показывает, что-нибудь сам. Фокус у нее обозначается вот этот вот квадратик, если видите. Он должен гореть зеленым, когда ему света достаточно. Сейчас он красный. Вот. На свет сейчас мы переставим. Так, снова красный. Короче, фиг. Пойми, еще ему надо. Так. Короче, не знаю, как он фокусируется. Тут надо пробовать, потому что то ли света мало, то ли что, не понятно. Но он только что вообще фокусируется. Он когда фокусируется, у него вот этот квадратик зеленый становится. Так, ааа, тут же еще можно... Он вспышкой должен подсвечивать, может, да? Или нет? Ладно, хрен его знает, короче. Потом разберемся. Так, вот такой вот у нас аппарат. Ну, сори, конечно. Звонить я с него не буду, потому что это не мой телефон. И мне надо, чтобы счетчик, лайфтаймер был на нулях. Так, смотрим здесь, значит, предустановки, медиа. Что у нас со звуком? Так, музыка, проигрыватель. Есть ли что-то? Нет. Так, ну, ничего нет. Понятно. Галерея. Картинки. Так. Все файлы. Так, это у нас темы какие-то, да? Так, темы тут у нас. Экранчик как-то яркости маловато, да? Надо добавить. Так, а где у нас все это самое? Фотогалерея. Так, чтобы не наблюдал. Так, галерея, ладно. Картинки, видеоклипы, музыка, аудиоклипы, ссылки, презентации, все файлы. Картинки, хорошо. А где цветы? А, я же удалил, наверное, точно. Я же удалил. Так, ну, во всяком случае, надо звук немножко проверить. Музыка, магазин, а звук тут как-то можно проверить. Музыка. Музыки тут нету. Аудиоклипы тоже нету. Ссылки, презентации, все файлы. Короче, тут ничего нету. Все пусто. Так, 3D-сигналы. Ладно, сейчас хотя бы. Экран надо подкрутить, яркость, наверное, да? Где-то, 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 елки-палки. Назад. Так, медиа, офис, так, так, настройки, темы, шифрование, режимы, обычный. А ну-ка, настройки, кроме настроить, хорошо, нотки. Звук послушаем. И, а что, не проигрываешь, что ли? А, вот. Так, а звук? И все. Так, мне бы звуку добавить. Так, ладно. Сигнал видео вызова. Видео вызов вдаль, есть, ничего себе. А где тут камера? Там-то, а есть что-то или нет? Это датчик, наверное. Вот здесь вот. Да, он блестит что-то там, да? Вот он. Вот здесь вот здесь. И видно, датчик есть какой-то. Чи света, чи что-то. Так, это у нас что? Ну, это у нас... Это у нас непонятно в чем, ладно. Так, настройки. Телефон. Нет, общие. Так, общие, мой профиль, функции, дисплей мне нужен. Где? Так, она, вот он. Таилки-палки. Так, подсветка экрана. Да, надо. Ну, чуть-чуть поярче стал. Но, все равно, как-то, конечно, не такой яркий, как хотелось бы. Но, в принципе, в принципе, пойдет. Так, ставь. Еще раз сейчас посмотрим внешний вид. Что тут у нас пришло такое? Игранчик переворачивается даже. Ничего себе. Так, ладно. Так, так, так. Так, короче, такой вот телефончик у нас переволокся. Еще раз, может, музыку попробуем включить. Тут, не знаю, сигнал, видео, имени. Громкость сигнала. А, о! Громкость сигнала. Окей. Так, это и кнопку на голову. Громкость сигнала. Короче, пойдет. Но мы еще погромче сделаем. Ее ставим. Только, ну-ка. Так. 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 Вот такой вот у нас, собственно, аппаратик. Nokia E66. Так что, если есть какие-то соображения, не знаю, пишите. Советуйте, что надо было сделать. Сделаю в следующий раз, если что, будет аппаратик. Поэтому, как бы, извиняйте, если что не так. Вот такой у нас обзор был. Всем спасибо. Пока.